Всем привет еще раз! Сегодня у нас 17 число, воскресенье. Сегодня студент не пришел, у него выходной, поэтому я сегодня один на этом стенде. Вот в продолжении всему тому, что вы смотрели раньше, я сейчас камеру возьму и покажу поближе, что у нас здесь на данном этапе сделано и что я буду делать дальше. Значит, на данном этапе, отсюда покажу сбоку, что здесь у нас и как. Здесь тоже. Значит, у нас стоят, получается, одна половина с лотком желоба, да? Вот. И здесь то же самое. Вот. Сейчас что мне надо сделать? Мне надо сделать вот такие лотки. Вот, да? То есть, что здесь, что здесь. Вот. Только здесь, получается, с этой стороны у нас стенда на лотке будет уже малый фальц. Вот. С этой стороны уже будет большой фальц. Вот. Я это снимать, наверное, не буду, потому что они аналогичны этому лотку, просто с другой стороны делается. И там тоже. Я уже начну вам показывать, когда эти лотки будут сделаны на этапе уже. от того, когда нам надо будет делать вот эти вот желоба и сопряжение в эту сторону. Сопряжение будет, ну, фальц или в эту сторону. Это мы посмотрим. Вот. У нас получается, что фальц выпадает по линии. Вот. Единственное, когда, наверное, потом скажу, когда я буду делать уже поднимать фальц, я на 3-4 миллиметра от линии отойду. Чтобы здесь был, ну, какой-то ход. То есть, деформационный шок, типа того, чтобы металл ходил. Вот. И здесь тоже самое. Вот. Здесь, как и говорил, в этом узле мы сделаем, если мы здесь сделали, смотрите, как он смотрится. Вот. Если мы здесь сделали как бы нахлёст, фальш-конверт, да? То здесь мы сделаем, ну, конверт настоящий. Вот. Здесь или вот с этой стороны, без разницы. Вот. И потом можно будет сравнить. Но это я вам покажу уже на видео в любом случае. А пока сейчас я сниму, естественно, эти штуки, потому что они мне сейчас будут мешать. То есть, делать жёлоб. Ну, то есть, сначала я сделаю, как говорил, лепестки лотка. Вот. И только потом уже, ну, на эту сторону, на эту сторону сделаю. И потом уже, когда пойдёт жёлоба, уже продолжим видео снимать. До этого момента пока вроде всё понятно. Вот. Если что, я сделал какие-то пояснения. Вот. Тут как-то вот так вот. Пока всё на таком этапе. Как-то так. Единственный момент. Ну, этот момент я вам уже потом в следующей серии, или в этой серии скажу, что почему именно отворот, когда мы сейчас будем делать жёлоб, да? Перемен жёлоба. У нас сюда пойдёт слишком много металла. Обычно там, ну, шесть берётся, да? Бендером прокатывается, и всё. Здесь пойдёт больше. Связано это с тем, что у нас получается скат, да? У нас на макете получается скат. Здесь ендола. Здесь лоток. Здесь лоток. Когда вот этот жёлоб, в следующей серии вы это увидите. Вот. Когда жёлоб будет сюда ставиться, соединяться. Вот. Пальцем сюда пойдёт дальше, или сюда пойдёт, мы посмотрим, без разницы. Вот. Вот. То в этом месте, в этом, где у вас будет загиб, у вас, как правило, всё время на конверте, на ковшовом, перекрывает слишком мало расстояние. Поэтому нам надо, чтобы, и не то, что мало, а бывает так, что конверт, я вам покажу ещё с помощью бумаги. Если мы ставим к стенке жёлоба, это у нас стенка жёлоба, да? И она пошла туда, вот у нас, 11 сантиметров, у нас вот так влёт, да? Если мы ковшовый конверт сюда заворачиваем, то ковшовый конверт у нас бисектриса уходит низко вот сюда. Вот. И получается, тот металл, который вот из стенки, высота перелива, если вода пойдёт отсюда, то не столько много оно будет, чтобы через конверт попасть в воде между металлом и костылём жёлоба. Поэтому, чтобы этого хватило угла до края, нам надо у жёлоба эту кромку сделать не 60 миллиметров, а где-то, наверное, сантиметров 20. Надо будет сделать 200 миллиметров. Вот. И при этом, чтобы перелили жёлоба, да? Когда у нас идёт жёлоб и горизонт идёт, чтоб у нас металла хватило. Итак, ребята, сделал два лепестка для лотка. Вот. И этот. Сейчас мы будем приступать уже делать жёлоба. Сейчас я вам покажу, что у нас тут сделано, как стоит. Вот. И сразу же покажу вам проблему вот этого места. О том, что я говорил у доски. Вот. Давайте вам покажу. Значит, на данном этапе у нас платок стоит, полуотка. То есть он готов уже подсоединение жёлоба. То есть он готов уже к подсоединению с жёлобом. И здесь тоже самое. по поводу того, что здесь надо больше металла в этом узлу. То есть в том варианте, в котором мы будем делать сейчас. Вот. вот. Есть ещё несколько вариантов. Но я буду показывать один из вариантов, где всё-таки эта полка нужна больше. Вот. Вот. Сейчас я покажу и потом мы уже замерим наши жёлоба. Вот. И приступим их делать. по поводу высоты вот этой полки. Если у нас, как и с этой стороны, да, как у нас будет и с этой стороны у жёлоба, у нас получается полка 11. Я взял просто немножко говнометалла. Вот. Полиэстера. И из него сделал не из бумаги. То есть у нас 11 подъем. Правильно? В этом месте. Вот. И 6 отворот за загиб жёлоба. И потом 3, ещё 2,5-3 заворачиваться за эту полку. О чём же я говорил у доски? Давайте просто на пробе попробуем. Вот на этом листе, на шаблоне, что у нас получается. Прикладываем его. Отчерчиваем. Там, где у нас будет заворот на ковшовый конверт. И я потом ещё объясню, для чего это всё. Ну сейчас всё увидите. Прогнуть. То есть у нас сейчас тут по факту получается 17 сантиметров. Прогнули. Сейчас мы его прихватим. Пару саморезов. Пару саморезов. Так он пойдёт. Пару саморезов. Так. И вот у нас получается сейчас надо завернуть ковшовый конверт. Да? У нас тут примерно линия идёт по жёлобу смотреть. Ну продолжение от этого жёлоба. И фальц попадёт вверх, да? И просто примерно, просто примерно прикину вот так. Естественно я потом покажу как точно вымерить. Как он пойдёт. Вот. Вот. Что мы делаем? Прямо вручную сейчас загнём, чтобы показать. Есть. Задать. Больший хаб далеко. Ходить неохота. Вот. И мы сворачиваем ковш. То есть у нас по сути вот пойдёт дальше фальц с целого. Вот так вот это вот нам здесь получается у нас идёт радиус. Сейчас просто очень всё очень грубо. Но чтобы вы поняли о чём я вам говорил. Вот так. Вот здесь я тоже сейчас прорежу, чтобы показать. Всё очень грубо конечно. Но главное смысл вам показать. Чего я тут добиваюсь показать вам. Я там что-то загнул. Так. Дотянусь. 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 Я очень-очень грубо даже ничего не рисую. Просто если. Как в ЖКХ делают. А. И так сойдёт. Я даже сомневаюсь, что так делают. Так. Сымитировали загиб. Здесь тоже делаем имитацию. Здесь небольшой конвертик получается. Тут прям угол. Длинный. Получается. Немного лишнего срезать. Там будет мешать. И. Заворачиваем. Получается. Сюда. т.е. Я сюда взял. На. На выпуск. Получается. Тоже. 11,6. 17 см. На выпуск. Чтобы вы понимали. Я загибаю. Получается. Я загибаю. Сюда. Да. Я загибаю. Так вот. Надеюсь. Надеюсь. Видно. Сомневаюсь я. Сомневаюсь я. В этом. Конечно. Смотрите. Сейчас покажу. Потом поближе камеру возьму. И. Покажу. Смотрите. Вот. У нас получается. О чем я и говорил. Вот. У нас точка перелива. Т.е. Если вода попадет туда. У нее точка перелива. Получается. Отсюда. Может выбежать. Ну. Слишком мало. Правильно? Некоторые берут. Вот. Этот. Фальц. Да. Получается. Здесь. Герметизирует. Вот. Здесь. Загибает. Как бы. Делая. Фальц. Вот. Ну. Как бы. Перестраховка. Да. И. Вот. Смотрите. Видите. Я здесь поднял. А мне не хватает. Даже здесь. Загнуть. Сейчас. Ну. Камеру поближе поднесу. Вот. И. В таких случаях. Многие. Они уводят в конверт. Не сюда. В это место. Да. А. Уводят в конверт. Пытается. Вот. Сюда. К этому. Изгибу. Вот. И. Положить. И. Здесь. Уже. Зафальцевать. Вот. Но. Если. У нас. Я сейчас. Скажу. Об этом. Если. У нас. Здесь. На углу. Получается. 6. Сантиметров. То. Нам. Надо. Это. Ну. Сантиметров. 9. Чтобы. Нам. Потом. Хватило. Загнуться. Вот. Сейчас. Я. Поднимусь. И. Покажу. Поближе. Вот. Что. Получается. Видите. То есть. И. Здесь. И. Здесь. То же самое. Извините. Что. отрезов. Вот. Она. Нижняя. Точка. Получается. У. 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 Так. Как-то. У. эта точка была здесь выше то есть мы путем того что не здесь не 6 будет сантиметров надо взять на 78 больше чтобы поднять хотела ну да бит на 7 и соответственно чтобы он дошел отсюда сейчас я подготовлю получается эти листы желоба покажу вам да и будем уже здесь продолжать делать у нас желоб и отсюда здесь ковшевым конвертом и фальц уходит вверх отсюда же же подсоединяются к лотку и проходит выше сюда то есть он вот так вот вот я сейчас заготовлю получается с этой кромкой вот сюда побольше сделаю сразу ее вот здесь вот в этом месте примерно вот отсюда и с этой стороны примерно вот отсюда возможно вырежу чтобы ну потому что все здесь происходит в этом углу я нам много металла вот и потом уже вам сейчас сделаю сейчас сделаю эти элементы с замерю и продолжим да и так ребят я сделал два элемента желоба вот и в прошлый раз забыл сказать что у нас у вот этого желоба который идет сюда у него тоже самые размеры что и у боковых желобов было то есть это у нас 11 и 6 то есть 17 сантиметров подъема вот здесь же у нас вот на этом в опухе так называемым вот такого поставлю подъем я вот сказал что здесь у меня 17 то есть одно угло сделал а здесь у меня получилось 25 с половиной вот запасом чтобы наверняка вот но работать мы начнем именно с этого желоба вот начнем с этого именно желоб работать надо нам понять когда мы сейчас здесь лишние немножко отрежем вот и когда конверт завернется и желоб у нас ляжет нам надо понять попали ли мы в ту линию которые рисовали возможно желоб немножко при падении может повести в сторону поэтому сначала начинаем с того желоба который проходит дальше вот что я делаю я здесь сюда взял запас за лоток да видно не видно вот мило то край грубо говоря запас небольшим на сантиметра два веру ставлю и примерно отмечая куда у меня упадет вот у меня угол винтовый и куда упадет примерно меня угол так чисто на глаз беру вот если что мы потом сюда сюда подвинем поэтому и берется запас в две стороны чтобы можно было им поиграть если вдруг ошибетесь так я думаю что примерно так упадет здесь давайте сделаем прямо и вот здесь вот мы сантиметров 7 оставим чтобы лишнего металл у нас не было так нужно немного металл срежем вот теперь мы возьмем круглогубцы где они у нас они у нас тут есть если мы стали лежат конечно же там и мы соответственно как и говорили делаем небольшой конверт подгиб чтобы желоб у нас пол делаем немножко его не прям так вот прям заворачиваем да а немножко вот так вот на изгиб ну с градусов сюда мы просто немножко зададим чтобы было потом возможность его поправить чтоб желоб у нас сел вот так вот немножко его посадили вот у нас угол где я замечал смотрю здесь все хватает здесь все хватает теперь нам надо прогнуть прогнуть вот это вот линия линию яндова и придется за инструментом идти нужно сразу не подготовил весь инструмент который нужен это что говорит это говорит о том что я не думал что этим инструментом придется пользоваться вот на сейчас секундочку как раз посмотрите как этим инструментом еще можно работать помимо сворачивания конвертов так линию мы нарисовали все у нас подходит и мы берем желательно бы конечно его зафиксировать немножко но я постараюсь так берем колесиком который у нас продавливает и прямо по линии мы ролик видео раз сдвинулись немножко сдвинулись я конечно могут сделать на станке на гибоченьке сделаю так вот мы немножко его прогнули лежит у нас в том месте должен лежать вот и мы смотрим на линию в линию мы не попали подвинем здесь поставим прищепку осмотре щепочку немножко немножко подвину зададим гиба и нам надо где-то зафиксировать в край саморезом желательно сначала пробить зафиксировать чтобы он у нас туда сюда не ходил смотрим проверяем все стоит на месте на месте и мы его зафиксируем там где он должен стоять у нас раз вот все мы его зафиксировали что нам нужно сделать нам надо получать сейчас отрисовать у лотка да как в прошлой серии мы посмотрели если что вот здесь вот появится ссылка то как мы из подсоединяли эти лотки вот но естественно будет в конце да вот нам надо получается отрисовать отрисовать здесь вырезать да вот и свой здесь уже сформировать полноценный конверт чем мы сейчас и займемся значит так нам нужны гибарики крандашами раздавить садим и когда губцами заворачиваем надо еще один саморез сюда вкрутить надо чтобы не поднимало это место все теперь почта никуда ничего не пойдет и мы получается формируем конвертик у нас сидит плотненько внизу хорошо теперь мы его немножко заплющим теперь мы его немножко заплющим берем киеночку и оправку и потихонечку начинаем конвертик это взбивать мы когда желудок снеем мы его еще добьем вот сейчас я отрисую здесь линию вот у лотка отрежу чтобы можно было его сфальсовать вот и желудок уже сниму в любом случае для начала конечно же мы нарисуем ту линию по которой реально у нас идет желудок еще и карандаш сломался хорошо то есть мы отрисовываем так у нас реально желудок чтобы потом узнать как отгибать вот этот желудок по какой линии и я отрисовываю получается опять же смотрим чтобы у нас горизонты были в одном уровне чтобы ни одна часть из них не подвисала вот и отрисовываем наш пальц отрисовали отлично все его теперь можно снять и здесь зарезать показать чтобы вам видно было то есть мы получается вот наши пальцы дед и мы на сантиметр берем выше грубо тогда что поправим очень грубо срезали и сейчас мы его просто и потом сейчас этим где-то там да вот сейчас мы эту пробьем говорил конвертик сильнее мы можем пока его убрать в сторону как он приберем чтобы он нам не мешал вообще так ну и мы переходим к этой части желудок здесь мы также видим запас суда вот видим что как здесь вот мы рисуем куда у нас упадет угол нам нужно немножечко его как сказать задать до тла направления чтобы 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 идет и я вот чуть ее загнул она пошла во мне ставлю вот на метку где поставил да и смотрю дальше как у меня идет угол желтого то есть я отрисовываю он у меня вот упал сюда сейчас его коснулся и отрисовываю как он здесь идет при сгибе это сгибаете большую полку лучше вот до этого места здесь дальше не прокатывать оставить когда вам будет легче у вас садиться делаться я легких путей не ищу у нас идет линия линия который надо ломать надо ломать ломать его заставил раутбэки и сгибаем сгибаем нам нужно молоток подбить угол и мы его ставим на свое место где у нас он должен прийти сложно одному некому продержать вот может немножко получится некрасиво скажем так что делаем сейчас лишнее здесь тоже отрежем вот так вот вот и чтобы нам легче было гнус оставить стоить у нас это пойдет сюда здесь здесь просто есть есть здесь немножечко этого уберем чтобы попроще было нам сгибать так соответственно мы сейчас тоже зафиксируем чтобы нам легче было гнуть здесь здесь возле загибов пальца вот наша линия для нарез здесь мы все контролируем все смотрим чтобы ошибиться зафиксировали теперь все таки нужно взять наверное большую хапы у нас их тут их нету да я не подготовил так и вот взяли мы хапы вот и у нас есть теперь линия по которой мы должны загнуть и вот она у нас рисуем готово так и мы сейчас будем поднимать там где у нас находится фальце потихонечку тоже когда здесь взяли хапами уже да что поднимать здесь надо подать сюда помочь чтобы дальше пошло у меня есть небольшой пузырек то есть хлопун да его надо убрать чтобы металл пошел дальше нормально загибаем загибаем есть контакт все здесь тоже место с учим вот этот перелом который ненужный он немножко металл получается любой изгиб он немножко делать жестче вот так вот все у нас нет хорошо вот то есть у нас сейчас получается что мы берем а также от угла ну не так же а где-то сантиметров нам надо взять вот изгиба сантиметров 8 надо по углу где-то так вот и так лишним выбираем здесь у нас ориентировочно 35 миллиметров здесь прорисуем куда он должен выйти у нас и отрисовываем у лотка наш фальц потом элемент снимем вот и уже свет здесь еще черчу с этой стороны по этому по изгибу здесь у нас довольно таки то получается хорошо то что я и хотел принципе вот отрисовываем здесь фальц отрисовали вот и все снимаем его и отрезаем лишнее так и здесь можно когда снять конвертик немножко догнуть щипцами переберем ножницы опять же здесь очень так на глаз грубо возьмем здесь можно радиус побольше брать вот так и со стороны лотка тоже со мной здесь у нас нарисован сальчик сантиметр больше подравниваем радиусными ножницами срезаем заранее взяли чуть чуть побольше другие значит убираем а чтобы поставить все и посмотреть здесь мы его зажмем прищепочкой пока свитло фиксируем вот смотрите видите у нас практически перелив ну на сантиметра два с половиной ниже чем здесь это лучше чем он здесь был три сантиметра от низа правильно вот поставили этот жалоб ставим этот жалоб мы делаем примерку все здесь стоит здесь подходит здесь нормально здесь хорошо ну в принципе у нас все все подходит нам теперь надо опять же немножко зафиксировать чтобы у нас отрисовать эту вот линию вот лучше уж сразу подготовить все дырочки и было сюда саморез так у нас получается что надо же в ту же попасть здесь конечно поставим сюда и зафиксируем так стоп зафиксируем здесь на месте и зафиксируем прищепкой где он собственно и был нам надо отрисовать тут лишнее снять отрезать и зафиксируем Ну вот, я отрисовал, я сейчас сниму, вот получается, и поставлю на место, будем фальцевать. Итак, ребята, сейчас я вам покажу, на какой стадии сейчас у нас макет, вы все поймете, надеюсь, ничего сложного нет, то есть я, смотрите, смотрите, значит, покажу, то есть у нас лоток, так же как и в той серии, которая была изначально, то есть с этими лотками, все то же самое здесь. Вот. Далее, смотрим, у нас тут пока конверты не взбиты, немножко животных копыривает, но это не страшно, мы потом его сделаем. Далее, у нас уже здесь идет фальц вверх, здесь у нас с этой стороны уже подрезана и готова запальцеваться в этом месте. Вот здесь дальше я потом отрежу, здесь потому что будет рейк оставляться, здесь рейк и здесь на полукруг выходить. Вот, здесь тоже все уже готово к фальцеванию, вот, здесь все готово, готово, вот, и осталось здесь нам что сделать, зафальцевать, да, как фальцуются вот эти вот фальцы, вот эти фальцы я может на таймлапсе вам покажу все, знаю, вот, успеть бы все вообще сделать до, до поездки в командировку, на кровлю, где вы смотрели, возможно, ролик, я ездил Псков на проверку, плотники делали, и уже вот в конце февраля, получается, туда надо ехать делать кровлю, вот, я не знаю, успею ли я сделать все здесь, что я задумывал, посмотрим, посмотрим, так что так, увидимся в следующей серии, когда я буду заканчивать стенный желоб, вот, все, всем пока!